Американский Боинг, европейские аэробусы, бразильский Эмбраер больше не поставляют в Россию ни запчасти, ни сами авиалайнеры. К таким поворотам страна не была готова. Возможно повторение той же истории, что было при развале Советского Союза, когда на чехословацкие самолеты Л-410 перестали поставлять запасные части, и весь парк самолетов буквально в первые полтора-два года был остановлен, поскольку не было возможности ремонтировать и эксплуатировать эти самолеты. Антон Канцеров говорит, вполне возможно, что из-за санкций пассажиры на какое-то время забудут про полеты, ведь большая часть самолетов в стране импортные. Есть, конечно, и отечественные суперджеты. Выпустили их много, но не стоит забывать, что сухой суперджеты-100 – довольно небольшой самолет, 103 места. А дальность полета скромная. С Москвы до Владивостока без дозаправки не долететь. К тому же некоторые важные запчасти на суперджет не отечественного производства. Двигатели авионика являются французские, то есть производители корпорации Airbus. Если не будет поставок данных агрегатов и деталей, то производство самолета, я думаю, что невозможно. Отечественных двигателей на этот самолет в данный момент нет. Федеральные эксперты заявляют, а пользователи соцсетей обеспокоены, что это настоящий авиаудар по российской авиации. Санкции грозят упадком в отрасли из-за приостановки производства самолетов и зависимости от иностранных производителей. Как вариант, необходимо развивать собственный авиапром, а пока стараться наладить поставки комплектующих через дружественные страны. Собственную авиапромышленность развивать можно, но на это уйдет 8, а то и 10 лет, говорят специалисты. А вот что касается Барнаульского аэропорта, то санкции пока что его не коснулись. Все рейсы по расписанию, отмен нет, а техника в исправном состоянии, пояснили сотрудники Барнаульских воздушных ворот. Все закуплено, все у нас, техника в наличии, все исправно, есть договоренности с организациями по ремонту, все делается на территории России, как бы, без проблем. А если что-то сломается, вот я насколько знаю, трапы-то у нас иностранные? Ну, есть иностранные, есть российские. Ну, пока не столкнулись ни с какими проблемами. Не можем даже никаких прогнозов делать. Получить информацию от бортпроводников тоже невозможно. Один из них в личном разговоре сказал, что сам узнает, состоится ли рейс накануне вылета. Сколько продлятся это безызвестность и подвешенное состояние, неизвестно. Но, во всяком случае, в ближайшие месяцы полеты еще возможны. Анастасия Драган, Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Спасибо. Продолжение следует...